Партнерской схемы по облаку с компенсацией нет. Это компенсация. А, дополнительная? Нет, у нас нет дополнительных скидок. И их не будет. Но на данный момент просто такая политика выбрана, что у нас дополнительную скидку мы не... Нет, стратегически просто ее не включили. Если есть такая необходимость, то возможно. Мы рассмотрим. Препятствий к этому нет, но запрос пока был единственным, по-моему, кстати, от вас и был запрос. А, ну, наверное, да. Ну, давайте с вами просто обсудим этот вопрос. Если мы можем найти там механизмы, и механизмы-то они есть, то есть мы их просто... Да, ну, то есть я просил как бы эту механику обсудить, потому что нам это очень помогает. То есть идея основная в том, мы все понимаем, что клиенту гораздо комфортнее заплатить вам, чем нам. У нас, например, там PayPal, мы там, в общем, тоже подключили его и все прочее. Но если ты, условно говоря, работаешь через PayPal, то у клиента есть там кредитные карты. Если мы кредитные карты еще не подключили, то ему удобнее заплатить все равно вам. И нам нужна, в свою очередь, эта ситуация при условии того, что он использует наше приложение. Понимаете, то есть даже приложение не является для него основанием заплатить нам деньги за продление. И вот тот вопрос. Это уже другой вопрос. Я именно это писал в письме, и именно эту мысль я и принимаю. Нет, речь идет, если о дополнительных скидках каких-то, то у нас их нет. Я и начинал разговоры про дополнительные скидки партнерские, которые, например, в Битриксе в России, ну, то есть я сейчас о взаимоотношениях. У нас есть, например, скидка 20% на год от вашей цены, которая стоит у вас на сайте, ну и у нас тоже. Как дополнительная партнерская скидка. Дополнительных у нас пока нет. Ну, возможно, рассмотрим. В первые полгода мы сейчас вернемся к этому вопросу, когда будем пересматривать партнерскую программу целиком. Ну, то я, собственно говоря, к вопросу партнерской программы. Да, да, я понял. Приведительно к тому, что у нас приложение есть, лиды есть, а и клиенты готовы покупать, но в свою очередь им нужен дополнительный какой-то месседж. Я вас понял. Хорошо, ну давайте с вами обсудим и потом в переписку же уйдем. Есть ли еще вопросы к нам? Или коллегам, кто выступал? Если нет, тогда опять... Можно вопрос? Сдало. Снова вопрос издало. Вот, Дим, прозвучало, что в течение года вы подключите, я так понимаю, решите вопросы. Решите вопросы с работой биллинга, по сути, через вашу систему. Это действительно будет? Почему задаю? Вот Алексей привел пример, что они создали свой биллинг, они как бы продают. Вопрос, когда все-таки нам, партнерам, ждать возможности продавать приложение через вас? По-другому задам вопрос. Стоит ли нам сейчас заморачиваться всем с разработкой своих систем продаж? Или все-таки вы нас обрубите через полгода и скажете, продавайте только через нас? Технически включить легко. Сложность состоит в юридическом оформлении отношений с партнерами. И из-за того, что есть множество рисков, о которых я рассказывал, и патентные риски, и копирайты. И у нас есть примеры даже российских App Store, когда, например, компаниям прилетал штраф за использование логотипа RGD. Вы помните знаменитый случай, когда на 2 миллиона иск был за использование логотипа RGD в приложении App Store. То есть есть вот такие мелочи, которые нам нужно решить. И у тому же Apple это 200-страничный документ, описывающий процедуры, стандарты, отчисления, лицензионные соглашения, которые все-все-все регулируют. У нас такого на Западе пока нет. Мы не готовы именно с этой точки зрения. С технической все готово. То есть мы можем вам включить биллинг, мы можем вам включить партнерский кабинет, сделать какие-то скидки. Если программа заработает, но с юридической точки зрения нам нужно быть уверенным, что компания ваша принимает риски по нарушению патентов или еще что-то. Потому что если приходит претензия, чтобы не Bittrex был ответчиком по ситуации, возможно, вы разработали какую-то уникальную комбинацию. Замечательно, но она нарушает какой-то патент. И чтобы не Bittrex отвечал, а отвечал разработчик приложения. Это очень внимательно нужно будет относиться к таким вопросам. Так, тогда следующий вопрос. Если есть небольшая или большая студия в Российской Федерации, в которой есть какое-то некое приложение. Сейчас мы, соответственно, его отправляем на Запад, начинаем продавать, и оказывается, соответственно, что мы чего-то нарушили. Вопрос следующий. Вы каким-то образом оказываете помощь и консультацию партнерам? Или это вообще чисто… То есть можем ли мы к вам прийти, в ноги поклониться и сказать, ребят, помогите, подскажите, нигде ли мы сейчас ничего не переступили? Дело в том, что эта ситуация и нас касается. То есть мы не знаем, какие патенты мы могли бы нарушить. Есть патентное исследование, оно очень дорогое, оно от 10 тысяч долларов стоит. Ты можешь подать заявку и сказать, вот моя технология, вот мой… Продать почку, потом подать заявку. Ты можешь нарушить патент совершенно в неожиданном месте, и его тебе прищут с неожиданной стороны. То есть те патенты, которые нам прислали, мы вообще понятия не имели, что они могут быть к нам применены. И эти патенты, они годами разрабатываются, наслаиваются. Это очень сложная ситуация, но рынок сейчас такой. Если поменяется законодательство, а в Америке сейчас есть тенденция к этому, будет проще. Сейчас мы просто столкнулись с тем, что это сложно, и это большие риски. И именно поэтому то же самое Apple снимает с себя любую ответственность. В России мы берем права, на Западе мы не хотим брать прав, мы хотим, чтобы это работала компания, чтобы компания понимала, что не просто так она может заработать деньги. Спасибо. Максим? Сам себе бы что? Так, а как же работают маркетплейсы других вендоров? Вот тот же Atlasin, у него есть достаточно развитый маркетплейс, и там партнеры продают свои приложения. То есть вы не изучали опыт вот этих коллег? Ну я понял, у Apple двухсторонечных. Изучали то же самое. Чем больше компания, чем больше маркетплейс, тем больше снимает с себя ответственность. Игрок в маркетплейсе, который зарегистрирован, это независимая компания. Именно она является ответчиком по технологии. В любом случае, в любой компании. В России не так, именно поэтому нам нужно перестроить сейчас схему для Запада, чтобы быть как западная компания. Они все боятся исков, все боятся нарушений копирайтов и прочих вещей. Нет, ну риски вендора, понятно, будут убраны после составления этого документа. Когда этот документ будет, когда вы сможете перестроиться? Как раз этот документ у нас уже в работе находится, но мы уже два раза его откладывали и переделывали, потому что он не учел, как ситуация. У нас изменилась ситуация, мы дополнительные риски включили. И на первом полугодии у нас такая задача стоит, полностью выпустить. Возвращаясь к вопросу коллеги, мы не пилим свой биллинг, мы ждем, когда вы разрешите нам продавать через вашу. Давайте вы вместе. Ну, если вы ждете, да, то я думаю, что мы к летней партнерке сможем анонсировать. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Может быть, Сергей сам себе задаст вопрос. Был, кстати, вопрос, Сергей, тебе, не знаю, может быть, ушли уже ребята по поводу того, насколько нужен хостинг, насколько он выгоден и рентабельность его. В UK не нужны лицензии, по крайней мере, мы не нашли никаких признаков, что они нужны. И продаем спокойно, без лицензий. Если что-нибудь вдруг нас настигнет, я могу про это сообщить. Хостинг, я считаю, что нужен и выгоден, потому что даже на масштабе 10 сайтов проще гораздо иметь один свой сервер и на нем все это размещать, чем говорить клиенту, покупать ему отдельные аккаунты. Хостинг, как правило, требует усилий на поддержку, потому что, естественно, клиенты будут писать и обращаться, и не только по вопросам, которые являются вашей зоной ответственности. Может быть, они что-нибудь исправили, навредили или удалили. Но очень важно, что это способ поддержания связи с клиентом и возможных будущих дополнительных продаж ему. Поэтому я считаю, что это хороший канал такого общения. Есть ли еще вопросы? Я уже, наверное, третий раз спрошу и больше не буду спрашивать. Тогда, коллеги, спасибо большое всем, кто слушал нас. Надеюсь, мы получили какую-то полезную информацию. Мы постараемся. Это был действительно такой немножко стихийный поток. Вообще должен был приехать голландский партнер наш, но он не выдержал все-таки ситуацию с российской визой. Почему-то он решил, что ее делают за день, отдал документы на переделку паспорта. В итоге все сорвалось. Но летом, скорее всего, мы привезем несколько партнеров. Мы постараемся, по крайней мере. Они очень хотят тоже поучаствовать. Это могут быть совершенно с разных регионов. Может быть, будет нативный британский партнер, немецкий партнер и голландский. У них замечательный опыт, у них большие клиенты. Они начинали работать с разными нашими продуктами, включая бус. Возможно, какой-то интересный рассказ о клиентах, о менталитете, о чем-то еще. Что-то, что сможет вам помочь каким-то образом менять свой бизнес, развиваться и двигаться, в общем-то, может быть, и в международном развитии. Спасибо еще раз. И встретимся уже на лекции у Хакамады. Спасибо.